Ребят, всем привет! С вами Ярослава Громакина и в рамках проведения второго тура конкурса «Стратегический резерв» у нас состоится сегодня занятие, будет тренинг для Молодежного Совета Профсоюзов Работников Здравоохранения Республики Бурятия. У нас 31 июля, мы находимся в Инхалуке, на озере Байкал. У нас будет проводиться тренинг. Вначале мы проведем знакомство, ломку льда. Затем ребята составят список правил общения на нашем форуме. У нас пройдет игра «Переговоры», затем «Язык жестов» и в конце игра «Бальбек». Ну что, погнали? Будет проходить у нас под названием «Профсоюзный образ жизни». Тренинг у нас будет проходить в дружелюбной атмосфере. И надеюсь, что мы с вами благотворно поработаем в рамках данного мероприятия, ну а потом хорошо отдохнем. Итак, для начала я предлагаю нам всем представить. Да, мы, конечно, знаем друг друга уже очень давно, говорит, что мы знаем. Лет 7, да что? Лет 7 мы уже давно друг друга знаем, но, тем не менее, каждый год у нас происходят какие-то новые события, да, поэтому давайте еще раз представимся, по кругу ради, наверное, я начну. Меня зовут Ярославна Граммакина, я являюсь председателем молодежного совета глине-организации «Профсоюзный образ жизни». Да, ну помимо этого, чем я увлекаю себя? Это для меня в какой-то степени хобби, в какой-то призвание. Наше общение в рамках молодежного совета. Совета Карабейникова, я учусь в школе, перехожу в пятый класс, увлекаюсь танцами, вокалом, люблю снимать тиктоки. Привет, Зуля. Привет, меня зовут Максим Карабейников, мне недавно еще было 14 лет, я увлекаюсь в школу, вокалом, люблю врачи. Сейчас занимаю должность исполняющей обязанности старшего пара. Я пошла на этот тренинг, чтобы получить много нового, много новых знаний и просто провести время в дружеской атмосфере. Меня зовут Балданов Викто, я работаю врачом-экспертом в Республиканском бюро судебной институтской экспертизы. Являюсь председателем правкома своей первичной организации уже третий срок. Также был председателем молодежного совета профсоюза здравоохранения в республике. И я, конечно же, всегда за любую движуху, мы всегда поддерживаем новые знания, новые тренинги, новые возможности, общение. Все это помогает развивать профсоюзный дух и идти по жизни вперед, который шагает в хорошем настроении и уверенностью в светлое будущее. Здравствуйте. Я Карабейникова Валентина, являюсь врачом-аллергологом и иммунологом городской поликлиники номер 2. В этой же поликлинике я возглавляю профсоюз, являюсь председателем. В течение последних лет являюсь председателем молодежного совета профсоюза работников здравоохранения. На данном семинаре я, потому что Ярославна Громакина лидер, она явный, очень хороший лидер профсоюзного движения. Всегда на ее мероприятиях мы черпим что-то новое, с ней приятно общаться. Она очень умный, переустремленный человек, который знает по профсоюзу абсолютно все. И если вы хотите чему-то научиться, обратитесь к ней. И на этом семинаре я потому что знаю, что я здесь получу новые знания, мы пообщаемся, обсудим проблемы, насущные для молодежи и так далее. И поэтому я сегодня здесь, я поддерживаю профсоюз и я поддерживаю... Добрый день, меня зовут Олег, я пришел на этот семинар, чтобы побольше узнать всего, чтобы подчеркнуть знания, чтобы повысить свой интеллект. Меня зовут Алексей, я участвую в этом семинаре для того, чтобы получить новые знания, пообщаться с молодежью, передать опыт, давить дальнейшие круги своего общения. Ребят, всем спасибо за самопрезентацию. Мы еще лучше узнали друг друга. На самом деле способов знакомства существует множество. Это работа в парах, когда люди общаются друг с другом, а потом презентуют человека. Иногда такая работа бывает гораздо труднее, чем рассказать просто о себе. Какие бывают еще способы знакомства? Ребят, сейчас мы продолжим, но перед тем, как мы продолжим, мы внесем немножко бюрократии в наше мероприятие и выработаем правила проведения сегодняшнего тренинга. Я предлагаю каждому из вас придумать какое-то правило, я начну первое. В другой момент я могу остановить все дебаты, назовем это право тренера. Правило номер один. Уметь друг друга слушать и не перебивать. У кого можно относиться к себе, окружающим и не переходить. Не надевать пуговки в полоску, да, реально. Правило номер четыре. Проявлять активность и побольше организовать себя. Правило номер пять. Уважать друг друга, своих собеседников и старших людей. Это обучение прекрасно. Это переговоры из их жестов и способностей сомневаться. Сейчас развивайтесь, у нас есть выводы просто вычки. Я дам вам одну минуту, вы можете договориться, кто из вас видит. Зорик, досрочный ответ. Зорик. Отлично, так, у вас уже готово. Товарищи проигравшие, поднимите руку вверх, чтобы у вас очень хорошо вышли. Поднимите руку вверх, чтобы все было видно и поднимите. Вообще можно дышать? Я надеюсь, что это произвело. А вас... Можно? Да, это будет? Да, это будет. Да, это будет. Давай, 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 вообще что-нибудь. Учения нет. Учения нет. Учения нет. Для каждого человека предоворят свои понятия. Возможно, вы идете просто пообщаться, а кто-то идет в интерфейс. Учения нет. Смотрите вокруг себя. С друзей. Здраво. Смотрите, как он делает. Смотрите, как он делает. Санктик. Я синяктик. Конкретик. То есть, во-первых, конкретик. Стараюсь, что он не создаёт, а мы сейчас так называемые требающие факты. Когда вы готовитесь к переговорам, к переговорам таких отвлекающих факторов... Учения нет. Учения нет. КОНЕЦ Если у вас нет, дайте пробег 경 Dogoria Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok